Добрый день! Сегодня рассмотрим бюджетный кубик 2х2 от компании Сэнксо, бывшая Шэнкшоу. Это кубик из серии Мистер М, связанный кубик магнитный, и это можно видеть по картинке. Нарисован магнитик Мистер М, куча китайских иероглифов, ну и просто картинки. Логотипчик Шэнкшоу, который они на кубике свои по обычаю не клеят, а и на самом кубике логотипчик тоже нет. Смотрим инструкцию. Ничего интересного. Коробку инструкции убираем и рассматриваем сам кубик. Размер 50 мм, стандартный матовый пластик, который после 1000 сборок стал чуть глянцевым. Изначально прям сильно-сильно матовый был, зорог даже немного выскальзывал. Вращается неплохо. Поначалу вращался естественно хуже, но после некоторой настройки и определенного количества сборок стал вращаться приемлемо. Я напомню, что в серии Мистер М от компании Сэнксо есть также кубик 3х3, есть линейка 4х4, 5х5, 6х6 и 7х7. Еще и Мегаминкс про него я уже рассказывал. 4х4 и 5х5 я не стал покупать, потому что где-то их в живую покрутил, они мне не впечатлили. Тем более это бюджетные кубы. А 6х6 и 7х7 я больше бюджетки не покупаю, останавливаюсь только на топовых моделях и их крутить уже некогда. Так что из всех представителей этой линейки у меня двушка, трешка и Мегаминкс. Причем трешка вполне хорошая, для своего времени была очень даже актуальным кубом. Сейчас конечно уже вышли модели поинтересней. Здесь такой пластик был глянцевый, но фактурный. Мегаминкс не актуальный, хоть и дешевый, хоть и магнитный. Что же касается двушки. Изначально она сильно-сильно громкая и несмотря на скорость, которая обладает, сильно лакапила. Мне пришлось, несмотря на то, что она очень быстрая, ее ослаблять, чтобы убрать эти лакапы. Постепенно к вращению привыкаешь, но пришлось добавлять из-за вот этой большой скорости только густую смазку. То есть обычно я редко использую густую смазку, но здесь пришлось. В итоге я открутил 1000 без каких-либо особых достижений, но сотка у меня была чуть хуже, чем на топовых моделях. То есть на несколько сотых. По итогу, есть ли смысл в этом кубике? Ну, вращается он неплохо. Шумный, гремящий. Магниты имеют нормальную, вполне комфортную силу. Но по сравнению с современниками, с кубиками, которые в той же ценовой категории, ну это уже года выпуска, есть, конечно, кубики и получше. Тот же MS, который крутится как топовый, тот же Yuxin Little Magic, куда приятнее. Ну, Юпо 2М, он уже был давно с ним, не будем сравнивать. Милонг, ну в принципе на уровне, кто лучше, кто хуже, оба не очень интересны. То есть сейчас из интересных моделей MS превосходит. Ну и Yuxin тоже хороший, но про него я отдельно расскажу. Сделаем пару сборов, не буду особенно углубляться. Единственное скажу, что это, наверное, первая двушка от Шинг Шоу, именно в магнитном исполнении. И ради этого она и может существовать. Неплохая двушка, но не лучшая. Ей можно собирать. Если она вам каким-то чудом досталась за бесплатно или за очень дешево, то радуйтесь, все будет хорошо. Но в той же ценовой категории есть кубики получше. И покупать целенаправленно этот куб я не советую. Разве что вы ценитель именно бренда Сэнксоу. Я при всем уважении к этой компании, есть очень много хороших головоломок именно от Сэнксоу, не рекомендую данный куб 2х2 для покупки. А на этом все. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok